Сначала подумал, какой-то розыгрыш или манекен упал. Владислав Смирнов ехал по Московскому проспекту, когда перед ним на дорогу со стакадного моста упала молодая девушка. По словам мужчины, он даже не понял, что именно произошло. Буквально на секунду отвлекся на автомагнитолу, поднимаю глаза, на дороге уже лежит девушка. Я резко остановился, прямо параллельно ее получается. Сзади ехало такси. Из такси сразу же стали вызывать скорую. На место сбежались очевидцы падения. В тот же день в сети появилось несколько роликов, снятых на камеры мобильных телефонов. Девчонка, сверху всегда, ну, придите вниз прямо на дорогу. Просто насмерть на Московском. Как выяснилось позднее, после падения девушка была еще жива. По непроверенным данным, она получила тяжелые травмы, перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Тем же вечером пострадавшая скончалась в БСМП. Ей было 16 лет. Сейчас существует несколько версий случившегося. Некоторые очевидцы сообщали, что упавшая калининградка якобы делала селфи на мосту. Селфи со стакадного моста кому-то может показаться отличной идеей. Отсюда действительно открывается прекрасный вид на Дом Советов и Московский проспект. Для более эффектного кадра можно сесть на перила, но одно неосторожное движение может привести к трагедии. Мода на селфи принесла с собой целую череду несчастных случаев. Каждый день в погоне за красивыми кадрами люди рискуют жизнью и здоровьем. Часто это подростки. В тот же вечер, когда произошла трагедия, в соцсетях опубликовали ролик, в котором молодой парень опасно прогуливается по перилам все того же моста в том же месте. В этом случае все закончилось хорошо, а вот 19-летнему Мише Калинину не повезло. В 2016 году он гулял по мосту в районе улицы Суворова. Подросток решил сделать селфи, не удержался и упал на рельсы, задев электрический провод. Результат – кома, несколько месяцев в реанимации и полная потеря дееспособности. Поставить мальчика на ноги, если и можно, то только за границей. Единственный шанс мы рассматриваем – это Германия. Германия нас берет, она год назад у нас уже смотрелась все эти документы. Но это, естественно, платные услуги. Феномен смертельно опасных селфи нам объяснила психолог Ольга Берг. Подростковый период – это возраст, когда для детей так важно понимать, что они принадлежат значимой для себя социальной группе. Лайки, просмотры – это показатель для многих подростков того, что да, ты интересный, ты классный. Поиск того ощущения, что со мной все окей, заставляет подростков действительно рисковать своей жизнью, чтобы сделать классный кадр. Однако существуют и другие версии случившегося на эстакадном мосту. Например, пока не сообщается, нашли ли мобильный телефон девушки. Фотографии на устройстве могли бы пролить свет на ситуацию. Рядом, нигде телефона не было, и немножко смутило. На мосту стоял мужчина и наблюдал за то, как она лежала. Мы у него спрашивали, мол, она упала и так далее. Он развернулся и пошел дальше. Как-то немножко не до конца понятной ситуации. Замешан ли в случившемся тот загадочный человек или это просто случайный очевидец – неизвестно. В правоохранительных органах подробностями пока не делятся. Также не исключается и версия суицида. На вопрос, как все было на самом деле, теперь могут ответить только следователи. Сейчас они проводят проверку. Владимир Каминский, Ксения Колесова, Служба новостей.